В этот день, 16 октября 1813 года, началась битва народов под Лейпцигом. Несколько дней длилось самое масштабное сражение наполеоновских войн. Армия французского императора отступила. 16 октября 1853 года османская Турция объявила войну Российской империи. Так начиналась Крымская война. 16 октября 1919 года армия белого генерала Юденича прорвалась к предместиям Петрограда. 16 октября 1927 года СССР объявил о постепенном переходе к 7-часовому рабочему дню. 16 октября 1946 года был приведен в исполнение приговор Нюрнбернского трибунала. Он касался высших сановников Третьего рейха. 16 октября 1855 года умер Тимофей Грановский, крупнейший до революции историк. Тимофей Грановский родился в дворянской семье в Орловской губернии. Карьеру он начал как типичный представитель Николаевской эпохи. Устроился чиновником и в Министерстве иностранных дел. Но параллельно поступил и на юридический факультет. Ни то, ни другое Тимофея особенно не интересовало. Он окончил университет, уволился и пошел работать клерком в библиотеку. Совершенно неожиданный поворот глазами сторонних людей. Ну как можно обменять карьеру, имея и происхождение, и блестящий ум, на сидение среди пыльных книг? Однако это давало Грановскому свободу заниматься тем, что по душе. Он писал простые статьи для журналов, переводил зарубежные тексты. Все так бы и продолжалось, но его заметил попечитель московского учебного округа граф Строганов. Молодого человека выбрали для стажировки в зарубежных университетах. Редкая для того времени привилегия. После возвращения Тимофей Николаевич начал читать лекции по истории европейского средневековья в Московском университете. Первое занятие, кстати, закончилось фиаско. В аудитории набилось до 200 человек, пришло руководство университета, а Грановский переволновался, запутался в записях и ушел спустя 15 минут. Но Строганов верил в молодого преподавателя, и скоро Тимофей Николаевич стал одним из самых популярных лекторов. Дело было не в выдающихся ораторских способностях, наоборот, Грановский говорил тихо и часто запинался. «При изложении я имею в виду пока только одно – самую большую простоту и естественность, и избегая всяких фраз. Что такое дар слова, красноречие? У меня есть оно, потому что у меня есть теплая душа и убеждения. Я уверен, что меня будут слушать студенты», – писал Грановский. Возможно, дело было в качестве материала. Каждая лекция Грановского была отдельным повествованием, в котором Тимофей Николаевич пытался объяснить слушателям суть исторических процессов. Он доступно объяснял, почему все европейские общества прошли через феодализм, а в итоге идут к парламентаризму. Понятное дело, для консервативной Николаевской эпохи все это было на грани. Тем не менее, популярность Грановского вышла за пределы университета. Дошло даже до того, что Тимофей Николаевич прочитал три курса открытых лекций для всех желающих. Несколько месяцев в его аудиториях не было свободного места. Приезжали и дамы из высшего общества, и ученые. Грановский стал звездой. Фигура его, убежденного западника, пользовалась популярностью даже у московских славянофилов. Они не были с ним согласны по идее на вопросам, но приходили на лекции, восхищались его знаниями, звали историка к себе в гости, чтобы поспорить о высоких материях. Конечно, Грановскому доставалось за некоторое вольнолюбие в лекциях, но у ученого был щит в лице Строганова. Были моменты, когда начальство отчитывало преподавателя, но потом спускало все на тормозах. Все видели то, насколько популярен Тимофей Николаевич и как он несет науку в массы. Правда, его коллега Сергей Соловьев сокрушался, что такой ум, как Грановский, тратит себя не на исследования, а на выступления перед публикой. Хотя уже в СССР считалось, что именно с Тимофея Николаевича в России началось научное изучение истории Древнего мира и европейского средневековья. А еще его можно назвать одним из первых популяризаторов науки в нашей стране. Грановского называли главным историком эпохи. Настолько он был популярен. К сожалению, сама по себе карьера ученого длилась недолго. Тимофей Николаевич умер от инфаркта в 42 года. Студенты Московского университета несли гроб с телом любимого преподавателя прямо от учебного заведения до Пятницкого кладбища. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова